Здравствуйте! Вы смотрите новости на МТРК. О событиях к этому часу расскажут мои коллеги Ягири Мукашева. Вот главные темы. От Кабмина до волонтеров. 200 тысяч казахстанцев участвовали в акции «Бергета за Казахстан». 14 тысяч из них – жители нашей области. Сколько мусора собрали? Без спецэффектов и каскадеров. Дмитрий Зайцев перепрыгнул с пятого этажа на соседский балкон, чтобы спасти ребенка. Малыш едва не выпал из окна. Как чествовали Петропавловского героя. Аллея и деревья вместо старых гаражей. Почему разгорелся скандал между владельцами железных коробок и городскими властями? Удалось ли найти компромисс? Министры убирают мусор за туристами. В стране стартовала экоакция «Бергета за Казахстан». 27 июля по всей стране в ней приняли участие почти 200 тысяч человек. Это и министры, и общественности, и волонтеры. Они привели в порядок 4 тысячи гектаров. Собрали 15 тысяч тонн отходов. Не ленились и североказахстанцы. На субботник вышли 14 тысяч человек. Сколько мусора собрали они, расскажем прямо сейчас. Вышел на берег и ужаснулся. В середине июля министр экологии Макзум Мирзагалиев осмотрел столичные реки и озера. Тонны мусора, в основном пластика, оставляют после себя отдыхающие не только в Нурсултане. Такая же картина во всех городах Казахстана. Макзум Мирзагалиев выступил с инициативой запустить эко-челлендж «Бергета за Казахстан». Идею поддержали глава государства, Кабмин и общественность. 20 июля свыше тысячи жителей столицы собрали 10 тонн мусора на Коэндинском водохранилище. Эстафету подхватили и другие регионы страны, в том числе и наш. Спустя неделю сотни человек вышли на берег озера Пестрого. Наш город – один из самых лучших и красивых городов на земле. И это все благодаря нашим горожанам, нашим людям, которые здесь живут. Давайте покажем всем, как нужно действительно любить свою природу, как сохранять ее. От слов к делу. Инструменты и мешки получили, приступаем к уборке. Очистить надо не только берег, но и лесополосу. Густые заросли травы и деревьев. Кажется, здесь не ступала нога человека. Но вот мусор говорит об обратном. Бутылки, окурки, пакеты. Последний считается одним из самых опасных. Брошенный в воду полиэтилен может дрейфовать там до 100 лет. А у каждой третьей морской птицы или рыбы его находят в желудке. Токсичный отход на каждом шагу, рассказывает Серик Гайсин. Он руководит отделом областного управления мобилизационной подготовки и гражданской защиты. Со стихией привыкли бороться – водной или огненной. Но вот от мусорной избавиться куда сложнее. Все управление, 12 человек все вышли, сегодня все работаем. Погода замечательная, способствует. А главное, конечная цель – хоть как-то помочь нашему городу очистить и сделать его еще краше. Такая цель, она, конечно, поддержана всеми. И поскольку не так много это занимает время, не так часто это бывает, что, я думаю, вот так пройтись по свежему воздуху – это просто плюс. Членов отряда Жасауель не зря называют бойцами. С мусором только так и надо. 50 мальчишек и девчонок к войне с отходами привыкли. С понедельника по пятницу они приводят в порядок городские дворы и улицы, а еще лесные массивы. Работа налажена, каждый знает свое дело, рассказывают ребятам. Все вместе мы убираем лесополосу, времени даром не теряем. Быстро очистили один участок и переходим на другой. Хоть и каждый день так трудимся, в этот работа все равно идет иначе. Ведь сегодня убирают казахстанцы во всей стране. Очень горда тоже участвовать в таком масштабном событии. И таких в нашей области 14 тысяч человек. Участвовали все районы. В субботу собрали 126 тонн мусора. Кстати, не все это будет гнить на полигонах. То «Радуга» займется переработкой того, что можно использовать вторично. А вот такие акции будут проходить каждую субботу до конца лета. Айгири Мукашева, Жолдозбек Ермуканов. Новости МТРК. Демонтировать гаражи за собственные деньги в течение двух недель. Такое уведомление от местных властей получили владельцы железных коробок. По плану городского Акимата, свое имущество они должны были переместить в район ТЭЦ-2. Петропавловцев этот вариант не устроил. К чему удалось прийти сторонам и что хотят сделать на месте старых гаражей, узнавала наша съемочная группа. Не туда же, не за ПЗТН. Не болото. Не болото. Зачем? Там все разбомбят, что там останется? Без крика и шума. Жители домов по улице Жукова говорят, возмущаться уже нет сил. Но и оставлять без внимания такое нельзя. В 20-х числах июля владельцы первых двух линий гаражей получили уведомление об их переносе. Для них это было полной неожиданностью. Мы должны за две недели, за свой счет, демонтировать свой гараж. Были указаны Акиматовские номера, мы по ним позвонили, они сказали, что мы должны перенести их на другую улицу. По той улице раньше располагались капитальные гаражи. Для некоторых вот эти гаражи это на самом деле эпоха жизни, больше 20 лет, пенсионеров, инвалидов очень много. Владельцы гаражей решили привлечь к проблеме внимания общественности, начали писать в социальные сети. Обратились и в городской Акимат за разъяснением, почему их вынуждают принести гаражи с улицы Жукова на промышленную. Это далеко от домов, где живут владельцы, да и район неблагополучный. Если гаражи это убираться, покупать капитальный гараж, нереально, это очень дорого. За заводом Ленина располагаться, там у меня был когда-то капитальный гараж, ну его благополучно разломали. Вот и все. Поэтому я знаю эту зону. После череды встреч и переговоров чиновники предложили альтернативный вариант, а также объяснили, почему гаражи не могут находиться по старому адресу. В этой части улицы, согласно правилам, в зоне охранных линий 110 кВт электропередач не должно быть никаких сооружений и зданий. При необходимости, да, мы будем оказывать помощь по переносу этих гаражей. Этот район будет как бы шаговать в доступности от этих домов, которые расположены по улице Жукова и по улице Булат-Паэн. По словам специалистов городского Акимата, на месте, где располагались гаражи, планируют посадить деревья и выложить дорожку из брусчатки. Дарья Пашмынцева, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. И к другим темам. Водная стихия продолжает уносить человеческие жизни. За прошедшую неделю в водоемах области утонули трое человек. На прошлой неделе во время рыбалки в Акаинском районе на озеро Большое Токуши пожилой мужчина выпал из лодки и утонул. На озере Чистые пруды вода унесла жизнь еще одного рыбака, он тоже был без спасательного жилета. А в воскресенье возле села Чириковки трагедия произошла на реке Есиль. 45-летний житель Петропавловска выехал на природу с семьей. Его дочки-подростки и племянник начали тонуть. Он прыгнул в воду и спас всех троих. А вот сам не смог справиться с течением и утонул. Начали тонуть. Он спасает ценой своей жизни, спас своих детей и сам утонул. С начала года у нас уже с учетом вчерашнего гибели уже 20 человек утонуло. Из них 6 человек при купании. В прошлом году у нас на этот период было всего лишь 9 человек утонувших. И к другим темам. Почти миллиард тенге вернули в госказну североказахстанские прокуроры за полгода. В основном это задолженности по налогам. Защитили права 6 тысяч работников, которым не выплачивали зарплату. Какую еще работу проделали местные правозащитники, расскажем прямо сейчас. Почти на треть меньше убийств и вымогательств, на 40% разбоев и почти на 20% фактов хулиганства и мошенничества. В целом уровень преступности в северном Казахстане снизился на 4,2%. Подводят итоги первого полугодия прокуроры области. Недавно они задержали группу наркодилеров, занимавшуюся незаконным оборотом героина. Дело находится в суде. А ведь наркотики могли оказаться на улице. В особой зоне риска молодежь и подростки. Их безопасность на особом контроле прокуроров. Добились снижения правонарушений связанных с насильственными действиями на 14,3%. Из 67 выявленных мониторных соцсетей групп по детскому суиццу и содержащих порноролики, уже 52 на сегодня были полностью заблокированы. Проверка инклюзивного образования выявлено более 50 нарушений прав детей-инвалидов. Обеспечив выплату 3 тысяч педагогов до оплаты на 18 миллионов тенге. С разработкой оригинальной программы по развитию инклюзивного образования. Защищая материальные интересы страны, прокуроры вернули в госказно почти миллиард тенге. В основном это задолженности по налогам. А вот работодатели не рассчитались по зарплате 6 тысячами человек. 510 миллионов тенге общего долга удалось выплатить сотрудникам 45 предприятий региона. А еще защитили права работницы сельского кемата. Женщину уволили за два года до пенсии. В 2007 году была привлечена к уголовной ответственности в отношении ее принималось решение отказ в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующему основанию. Данные обстоятельства были установлены в 2017 году. При проверке она была уволена из государственной службы. После обращения к нам в прокуратуру области данные материалы были нами с архива подняты и принято решение об отмене данного постановления. Материалы передали в антикоррупционную службу. Состав преступления не выявили и дело закрыли. Сейчас женщину восстанавливают в должности. А вот шалакынских полицейских дисциплинарной ответственности привлекли. В середине мая начали расследование. Стражепорядка обвиняли местного предпринимателя в том, что он незаконно вывозит щебень. А оказалось, что бизнесмен единственный в районе, кто имеет на это право. У него есть разрешительные документы. В отличие от некоторых землепользователей. Уже возвращено в госсобственность 58 участков общей площадью 67 тысяч гектаров стоимостью на 450 миллионов тенге. В сельхозабор вовлечено 42 участка общей площадью свыше 31 тысячи гектаров стоимостью 774 миллиона тенге. Еще два дела заведены на североказахстанцев, незаконно охотившихся на косуль. Факты зарегистрированы в Казалжарском районе. Материалы направили в суд. Итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» подвели полицейские. В течение пяти дней больше 400 страж порядка ежедневно были задействованы в усилении дорожной безопасности. За время акции выявлено 2725 нарушений правил дорожного движения. 459 водителей ездили непристегнутыми. 383 разговаривали по телефону. Около 300 превысили скоростной режим. 46 управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По итогам шести месяцев к ответственности привлекли свыше 650 пьяных водителей. Также задержали больше 500 человек, которые сели за руль, будучи ранее лишенными прав. Цель данного оперативно-профилактического мероприятия направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и их последствий. А также выявление грубых нарушений ПДД, непосредственно влияющих на аварийность на дорогах. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются нарушения правил дорожного движения, такие как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, превышение установленной скорости движения, нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестков, а также нарушение ПДД допускаемых пешеходами. И к другим темам. 184 новобранца военной части 66-37 приняли присягу. Служить в Петропавловск приехали ребята из четырех областей Казахстана и города Алматы. Они будут охранять общественный порядок и учреждения исправительной системы. Для 180 новобранцев военной части 66-37 – это день волнительный и торжественный. Солдаты-срочники принимают присягу. Они клянутся верно и преданно служить Отечеству. Я прибыл из Карагандинской области, город Джизган, медная столица нашей Карагандинской области. Ощущаю себя отлично. Сегодня день военной присяги. Мы приняли военную присягу. Обязательство, мне кажется, это долг. Хочешь или нет, это долг каждого гражданина Республики Казахстан. Служить в Петропавловске будут ребята из Карагандинской, Костанайской, Туркестанской, Алматинской областей и города Алматы. Теперь их ждет огневая, тактическая и строевая подготовка. Жизнь по распорядку. К ней новобранцы привыкают быстро. Данные военные случаи в течение месяца проходили обучение, были подготовлены. После принятия военной присяги военнослужащие будут распределены по подразделениям для выполнения служебно-боевых задач. Это у нас охрана общественного порядка и безопасность в городе Петропавловск. Также у нас занимается военнослужащий по призыву охрана учреждения УИС-3, находясь в поселке Заречный. За сотни, а то и за тысячи километров поддержать новобранцев в такой значимый для них день приехали родные и близкие. Они гордятся своими сыновьями и желают им стать настоящими защитниками Отечества. А у солдат впереди еще 11 месяцев службы. Домой они вернутся в июне 2020 года. Алена Хан, Маржан Космбек, Данил Тарасов. Новости МТРК. Едва не выпал с четвертого этажа. Двухлетний ребенок стоял на подоконнике у распахнутого окна и чудом не сорвался вниз. Его спас сосед. 46-летний мужчина спустился с балкона пятого этажа на четвертый, прошел в квартиру и снял малыша. Это произошло 17 июля. А сегодня его героический поступок отметили в городском управлении полиции. Подробности в сюжете Алена Хан. Это окно на четвертом этаже и сегодня распахнуто настиж. Две недели назад в квартире едва не произошла трагедия. Вечером мама ушла на работу и оставила двухгодовалого сына с соседкой. Та уснула, а малыш забрался на подоконник и стал наблюдать, как ребята играют во дворе. Любопытного мальчика заметили прохожие. Сосед сверху Дмитрий Зайцев зря времени не терял и спас малыша. Я понял, что времени там мало. Каждая секунда на счету ребенок стоит в открытом окне. Под окном уже люди тоже организовались. Ребята натянули покрывало. Я пошел на балкон, спустился со своего балкона на четвертый этаж. Ну и снял ребенка с подоконника. Балкон соседей не застеклен, поэтому попасть в квартиру получилось без проблем. Да и рост позволяет, говорит Дмитрий. Сегодня 46-летнего мужчину за проявленный героизм наградили в городском управлении полиции. К счастью, трагедии удалось избежать. Но не всегда на помощь детям могут прийти взрослые, даже родители. В этом году в Петропавловске произошло два несчастных случая. Из окон многоэтажек выпали и погибли двое малышей. Алена Ханжел, Узбек Ермуканов, Новости МТРК. Фреш-маркет рынок нового типа. Организует ярмарки выходного дня и предлагает места под аренду фермерам и сельхозтоваропроизводителям. Фреш-маркет рынок нового типа. Вы смотрите новости на МТРК и мы продолжаем наш выпуск. Как зачатие выносить здорового ребенка? Проблема мужского и женского бесподия, лечения наследственных заболеваний. Омские репродуктологи два дня работали в Петропавловске. Они провели конференцию для населения, а также встретились с местными врачами. Послушала российских специалистов и наша съемочная группа. Появление на свет новой жизни – это настоящее чудо. Будущие мамы и папы должны к этому серьезно готовиться, считают врачи. Специалист Омского многопрофильного центра современной медицины Наталья Чернова с 2007 года помогает супружеским парам стать родителями. Супружеские пары стали современнее, я бы сказала, грамотнее в плане того, что они планируют беременность. Что первая цель, что доктор, мы хотим начать планировать беременность. Мы хотим родить здорового малыша. И для нас это очень важно и дорого, что пациенты понимают, что им это тоже важно. Хотят, планируют, но не могут стать родителями. Таким парам медики предлагают специальные программы. О них на встречу с местными врачами омские специалисты рассказывали отдельно. Это ЭКО, ЭКСИ, ПИКСИ, преимплантационное генетическое тестирование, когда у супружеских пар выявляем какие-то хромосомные наследственные заболевания. Нужно всегда стремиться узнавать что-то новое, считает акушер-гинеколог городской поликлиники номер 2 Татьяна Иращук. Врачебный стаж у нее небольшой, всего 3,5 года. Девушка старается при любой возможности посещать семинары и конференции, связанные с акушерством и гинекологией. Было очень интересно послушать соседей наших с России, так как многие наши девочки ездят сами в Омск, наблюдаются параллельно там за какими-то осложнениями, мы тоже отправляем их сами туда. Мало ли вдруг подстраховаться. Немножко отличаются наши протоколы и просто это обмен знаниями, опытом. На встречу с омскими специалистами пришли 15 врачей. Они могли задать вопросы российским медикам во время конференции, а также получить дополнительную информацию. Такую же встречу репродуктологи провели 27 июля для жителей региона. Дарья Пашмынцева, Данил Тарасов, Новости МТРК. В следующем году мы отметим 175-летие со дня рождения Абая Кунанбаева. Его произведения знают во многих странах мира, цитируют и учат наизусть. Абаевскими чтениями в школах, колледжах и вузах уже никого не удивишь. А вот за колючей проволокой его стихи звучали впервые. 50 заключенных в пяти исправительных учреждениях Северного Казахстана читали произведения Абая. Как это было, смотрите прямо сейчас. Вором может стать нищим, лохмотьем тот, кто не может трудом себе добыть ничего. Разум не научил нас с юных лет отец. Больше чем конкурс, Абай Кунанбаев немало писал о правосудии тех, кто оступился. И многие осужденные выбирали именно такую тематику. Кто-то помнил стихотворение со школы, кто-то специально выучил для конкурса, а кто-то читал. Но зато как. С палкой, в белой рубашке, сет, а к сакалустой не спеши. Он кричит, повернись тогда, сторонись, не пыли пастух. Может, Баев придет каприз и гласит тебе на куныс раболетнейшего из слуг. В исправительное учреждение Тимирлан Жакенов попал полгода назад. Все это время активно штурмует местную библиотеку. Ее фонг, к слову, около 8 тысяч книг. Предпочитает научную литературу. Нравится изучать математику и медицину. А любовь к творчеству Абая еще со студенчества. На конкурс он представил известное стихотворение «Лето». Сейчас как раз подходящий сезон, и чтобы осужденные не унывали и счастливо смотрели на жизнь. Это произведение описывает казахскую степь, животных, Абая также, и проблемах между чинами и их подданными. А Данияр Рахимов решил покорить жюри в глубокой поэзии в сопровождении Дамбры. Творчество Абая парень изучает с детства. Он с великим поэтом-земляки. Больше всего Данияру нравится произведение с глубоким смыслом, когда есть над чем задуматься. Жизнь коротка, годы летят очень быстро. Не зря говорят, береги честь с молоду. Такая простая истина, но усвоил ее я после слов назидания Абая. Мне нравится читать поучительную литературу о жизни, друзьях, семье и любви. Абай находит те самые слова, которые попадают в самую душу, заставляют о многом задуматься. Все-таки он великий поэт. Всего в учреждении Е-164-3 срок отбывают 250 человек. 13 из них приняли участие в Абайевских чтениях. Такими конкурсами в школах, колледжах и вузах уже никого не удивишь. А вот на сцене за колючей проволокой его стихи звучали впервые. На данном конкурсе участвует порядка 50 осужденных. Главной целью мероприятия является популяризация литературного наследия Абая Кунанбаева, формирование культурного чтения, литературного вкуса среди осужденных. Конкурс названия лучшего чтеца прошел в пяти исправительных учреждениях области. Особо отличившихся поощрили грамотами и призами. Дарья Пашмонцева, Игири Мукашева, Даниил Тарасов. Новости МТРК. Полет фантазии и творчества. В Петропавловске открылась первая персональная выставка молодого художника Станислава Алерта. Многие знают его как человека, который украсил рисунками стены больше десятка городских зданий. На выставке автор представил 35 своих работ. Наша съемочная группа была в числе первых, кто видел яркие и необычные картины. Много музыки, творчества и ярких костюмов. Во дворе областного кровического музея открылась первая персональная выставка известного в Петропавловске танцора и художника Станислава Алерта. Холсты готовил примерно полгода и прошедшие две недели, наверное, я работал полностью над холстами. Рисовал баллончиками и акрилом. Два элемента, которые способствуют моему творчеству. Основной мотив выставки Станислава – спонтанность и вдохновение. Его начинающий художник черпает от окружающих. Это могут быть друзья или просто прохожие, главная энергия которой от них исходит, считает автор. Отдельная стена отведена под работы, посвященные животным. Для художника они – символ созидания и любви. Да, бюрман, который вообще неожиданно прилетел. Я лежал и думал, как я хочу домой. И просто у меня, ну, разведение уже были краски. И я думал, блин, почему бы не нарисовать свою собаку. Все было очень спонтанно, и она, наверное, одна из самых лучших, которые мне на данный момент нравятся. На открытии выставки собрались знакомые и друзья Станислава, а еще воспитанники танцевальной школы, где он преподает. Поддержать молодого художника пришла и его мама. С детства ребенок рисовал, ему это очень нравилось. И он всегда это рисовал тогда, кто никто не видит. Потом мама в тихушку увидела, была рада всему этому. Я вот заметила в его работе еще, хочу сказать, когда заказывают портреты, это нарисуете, то есть он рисует не то, все равно не то. Я вижу, когда он мыслит, когда у него свои мысли, когда у него получается лучше. Выставка открылась 27 июля и будет работать три дня. Посмотреть, потрогать и сделать селфи. Гости по достоинству оценили все экспонаты. Перед этой картиной я прям замерла, прям вообще великолепно. Чувствуется такое воодушевление и прям пустя красок. Понравилось, что у нас в городе есть такие какие-то необычные мероприятия. Дарья Пашмонцева, Данил Тарасов, Новости НТРК. А теперь к новостям спорта. В выходные Петропавловский футбольный клуб «Казалжар» сыграл с командой «Кайраджа Стар». Встреча проходила на выезде в Алматы. Ворота «Казалжара» с пенальти распечатал Адама Дахаджиев. Больше мячей в первом тайме командам забить не удалось. Второй «Петропавловцы» начали активно, но Артур Шушеначев, воспользовавшись ошибкой нашего защитника, укрепил преимущество. Встреча завершилась за счетом 2-0, не в нашу пользу. Сейчас «Казалжар» находится на третьем месте турнирной таблицы. В активе 28 очков. Следующая встреча состоится 3 августа в Петропавловске на стадионе «Карасай». Противостоять нашим будет столичный клуб «Астана-М». Международный турнир по боксу Кубок Короля-2019, который проходил в Бангкоке, завершился. В состязании принимали участие 37 стран. В честь Казахстана отстаивали 8 спортсменов, и только двое из них завоевали награды. Наш земляк Евгений Павлов стал серебряным призером турнира. Он одолел 4 соперников, уступив лишь боксеру из Китая. Сейчас Евгений поехал на сборы в Алматы, где будет готовиться к чемпионату мира. На этом все. Смотрите МТРК, будьте всегда в курсе событий. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok